Заходите к нам на огонёк. Так, мы уже в эфире опять с новой и представляем нашего гостя, нашу гостю дорогую, Селивана Ермолюк, Строганова. 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 Сестра, Анны, которые, в общем, они вдвоём сделали фильм. Но сейчас она закончится. Давайте закончим эту тему, которую мы начали и нас не получилось. ВАЦЁТЬЯ. ВАЦЁТЬЯ. ВАЦЁТЬЯ, ВАЦЁТЬЯ. ВАЦЁТЬЯ. ВАЦЁТЬЯ? а я и мой папа, мы смогли поддержать их культурой, которая была часть нашей. И этот любовь инкодичная к своей патрии позволяем нам дать много времени на это, потому что это как дебют. В России это называется «Долк». И это для нас, для детей, для детей, для людей в целом. И это очень важно. И это очень важно. У нас все работаем. Мы работаем с дебютей, у нас есть много людей, и мы, все, у нас тоже, у нас, мы должны agradecer врачи, но в них было бы предназначено но не по-русски, но по-русски. Да, по-русски. И это было на все. Семья. 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 Семья и стоя. Первый декабрь. Семья. 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 И я говорю, solamente, un ратito, Así, gracias a esta gente, Realmente, hoy podemos hablar Que todavía tenemos esa línea Que llegamos hasta acá Y nos acordamos Y tenemos todo O sea, que casi no perdimos nada De nuestro bagaje enorme Que tenemos что пришли от наших губов, в годах 30, и это потому, что, по поводу всех людей и других проблемах политиков, и из-за войны, в Аргентине и, ну, и даже а также, ось, что именили, что не, что университет, что в Союзе, а через эту людей мы сохраняем все, что сегодня мы можем сказать, что это наш patrimонio. И поэтому мы хотим, чтобы наши родители, наши родители, и мы продолжаем плачивать, потому что это огромный труд, и мы всегда помним наших бабушек, я всегда домашних бабушек, потому что я здесь тоже здесь, потому что и я здесь, и вы, потому что ваш родственник, и если нет, то мы не будем делать все equipания, которые мы сегодня нашли. Ну, мы очень благодаря вам, что я нашёл премию, он был entregом, он был entregом, сэр обучай, новый обучай, он лично на него entregал, И я думаю, что по-другому я не получу премию, но не только что-то, они проживают очень легко и я получусь с ее в этом моменте. Она говорит, что я делал, что я делал. Она всегда делал. Я не чувствовал мне другой. Она говорит, что я делал, что я делал. Она очень умел. И, конечно же, мы раздали это очень, конечно, что мы поделали. И ты, ты так смотрел. И твоя папа была умерщена, так что ты будешь лучше. Да, мы все вместе. И потом к твоим родителям, когда ты говоришь о фильме, мы говорим о фильме. У нас есть триллер. У нас есть триллер. Уже всех заинтриговали. Люди писали. Хотят посмотреть этот фильм. Но я так понимаю, что премьеры еще не было. Поэтому сегодня мы, конечно, об этом вас будем спрашивать. А сейчас давайте все посмотрим. Можно надеть наушники, чтобы был слышен звук. И посмотрим... Я тебя слышу. Нет, нет, я... Вы знаете. Уже не было. Посмотрим триллер. Пожалуйста. Чуть-чуть расскажем. Я здесь упал в одно. Ну, как сказать, как сверху все видно, так же само и снизу все видно. Но не так. Я не знаю, где я живу. Я не знаю, где я живу. Мне не важно, где я живу. Мне не важно, где я живу. Я патриот своей страны. Если я здесь умру, меня закопают и никому будет платить в день. Выкопают, как какую-то басуру, сожгут и потом выкинут куда-то на мусор. А я хочу встать перед Богом. Хоть одна косточка моя должна встать перед Богом и ответить за мою жизнь. Моя косточка моя должна встать перед Богом и ответить за мою жизнь. Я по басурам ходил, я говорил, я не стесняюсь этого. А вот выйти вот так, когда пьяный в духе, тогда да, тогда было стыд, даже пьяный. Это у каждого человека. Да, психологический барьер. Барьер, надо переходить. Психологический барьер. Они более грубые, они более грязные, они более душой чистые. Душой они чистые. Они не присутствуются в интерьере этой красивой жизни. Так же самое, как и мы. Мы не эмигранты, мы брошены из них. Его выбросили в суд, называется. Без документов, без ничего, без средств существования, выкинуть на берег человека. Столы стояли, в Париже было, где они готовили койки стояли. Они вот жили здесь. Давали им покушать, здесь им сраном давали. И искали на басу его. Можно отрчить. Вот у Федя, он всегда с бородой. И где-то уже за неделю до смерти он вообще не мог есть. Он только пил и курил, пил и курил. Но это я понимал. Его мысли, у него все. Все это дело, человек шел на самоубийство. Ченков. Вот этот вот товарищ, который разработал хороший мотор. Хороший инженер был. Но кончил жизнь самоубийством. Застрелился. Не мог ничего пробить, ничего. Володя Максунев, Саша Самудьянов. В принципе, каждый год уходило два человека. Умирали. И как-то так получалось. Собирали по май, потом сетябрь по декабрь. Женя Зайцев, Шанин Валентин, Володя Савенко, Сашка Чернов, кто еще? Ну, Колю Макуху убили. Застрелили. Потом, кто еще? Витя Дударчук. Фамилия его. Конечно, ком в горле, слезы подпирает. Я, конечно же, не могу даже себе представить, как тяжело этим было людям. Пять лет назад я приехала с семьей в Аргентину. И не на таких условиях. И как нам было тяжело. Я представляю, как это все люди переживали. Ну, вот, а мне особенно поразило, что они говорят, мы не эмигранты. Мы выброшены. Выброшены. Ну, совершенно верно. Выброшены, да. Я смотрела, когда вот это, я говорю, я не могла наплакаться. Я в тот момент, я просто, когда я... Она просто смотрела в закрытом показе. В закрытом, да, показе. Я просто не могла. Я просто проплакала все. Это настолько трогательные. И потом я их помню. Я помню вот на этих вот. Они ходили по ребятам Айулю, потом вот возле церкви. И, как бы, я не знаю, конечно, отдельные коллицы. Я видела их все. Но вот сейчас я вспоминаю. Мне просто, я каждый раз, когда вспоминаю, мне просто сердце обливается кровью. Давайте, наверное, немножечко вот зрителям, которые, может быть, еще не знают об этом вообще, как о факте, этом, который немножечко в двух словах расскажем о сюжете фильма, вообще об этой проблеме, да? Ну, проблема такова, что вот когда распался Советский Союз, Советский Союз имел очень огромный флот рыболовецкий. И в каждом порту, действительно, большом, весомом, так сказать, были 3-4 судна, которые останавливаются каждые 6 месяцев, чтобы поменять команду. Ну, здесь одна из баз была в Буэнос-Айрес, другая в Каляо, Перу, там, и в Испании. Вот этот факт, который мы с Анной рассказываем, это не был единственный факт. Это был мировой факт разных портов. Индии, Китая, наши судна просто брошены были там. В какой период это? Это 91-95-й. Произвал Советского Союза. То есть произошел развал? Когда был такой вакуум, который никто не понимал, что делать, сразу бизнес взялся, корабли угнали куда-то, сама команда осталась на... Ну, то, что произошло... Куда они приехали, куда-то, когда они не остались. И, например, команду у Володи, они выбросили судно, полиция, и сам корабль угнали его в Ругай за одну ночь. А они остались все, а у них паспорт был моряка, который вообще никому не нужен. То есть он там... Ну, фильм не об этом. Фильм о том, что... Что случилось? Что случилось? Мы задали с Анной вопрос, а что если с нами это случилось? То же самое. С каждым может случиться какая-то проблема, и... И что еще человек... Вот мужик, он сильный, он хороший, он добрый, он добрый, никогда не своровал ничего. Вот человек, который философ, просто... Правильный человек, да? Правильный, очень правильный. Мы снимали сам на течение 7 лет фильм. То есть это сборка 7 лет работы. И 2 года монтировали его. И через него мы видим все проблемы России, Советского Союза и все проблемы капитализма. Вот этого... Аргентины. Аргентины. Все проблемы тех людей, которые приехали в 90-е, потому что они отличались от них. Да? Да, очень сильно. Многие, многие разы не дружили с ними. Но я всегда рассказываю это, что если бы не Володя, если бы я его не нашла, я бы не сделала этот фильм. Потому что он сам человек, который мог рассказать, и он сам не хотел ничего делать. Он сказал, я просто из-за ребят. Потому что вот то, что он рассказывает, сколько умирало. Сейчас, до сих пор, вот в данное время, ни одного человека не осталось с той командой. Ага. Сильвана está contando rapidito en español sobre la película que han hecho, son las dos directoras de cine, ella y su hermana, Ana. И у него и он еще запрошен. Он заменен на середине, стене,�� Dennе, вomer north торнico. В ней прошло которое в April. В был, από двух немих лет, горячее. Далее, на Scient slapе не только своих лет. обновленность, горы взяв. И они как-то неизвестны, как неизвестны, неизвестны, но неизвестны, неизвестны, что было так важным. Ну, это очень важный момент, но очень важный момент в том, как он человек, когда он находится в этой ситуации, как Бодойя, который был в этом фильме. Он, представлено многих людей, но он не мог рассказать и рассказать, и tuvo esa bondад и toda su alma para poder explicar lo que le pasaba a esta gente que se quedó en la calle él dijo no lo hago por mí lo hago por ellos y cómo pudo sacar como todo todo lo interior de las personas que le pasó que nos podía pasar a cualquiera de nosotros ¿no? cuando vos te quedás fuera del sistema cuando de golpe con todo tu vida armada ingeniero inteligente что-то привезти готовы, и в...'е... И вкратце слишком 뭔가 ситуация, что не зависит от тебя, но зависит от вас, а то, что они были изданы, что они сделали. Причем пойдут на людей. Люди создaron. То есть избраны спубликоваться, а потом на каждой советской обстановке, оставаться. Как совпадать ищите детей? И это было... и прокомментироваться с водой, и никто из них кошел. Все оставались. И... И, ну, многие из них уже не остались живы, мне говорит Silvana, и все эти люди у них были очень тяжелые и, ну, через эту фильм мы можем увидеть то, что тяжелое что может быть когда человек остается fuera из-за системы. Да, да? Да, да. Да, 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 да. И, в принципе, в ин И, вау, е, е towns. И, вау, е там видя. И вау, е нас ниѣнде, даний если люди Вей т Guanasons, вы слови. Еслиんです г... Но они дepherdяных достојев Да, 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 да. Sí, bueno, prácticamente era imposible porque ellos tenían una educación en la cual todos eran para uno y uno para todos. Esa era una educación soviética. Cuando cayeron acá, ellos todos se resguardaban. Si tomaban, tomaban juntos. Si comían, comían juntos. No había... No había traición. O sea, lo que yo digo es que Badoya siempre se quedó como ser humano hasta el final. Él siguió siendo un ser humano, nunca pasó la línea. Él dice ahí que yo acá en Argentina caí en lo más bajo. Pero todo se puede ver desde arriba, pero desde abajo también se puede ver. Era una persona única en su... Me llamó mucho la atención ese pacto. Cuando yo lo vi, me llamó mucho porque él, siendo, o sea, eso lo que más me... bueno, a mucha gente que estaba en ese momento, en esa... que lo vio, salíamos y comentábamos eso, que les impactó muchísimo ese factor. Como una persona llegando a ser, o sea, lo más bajo, le dicen ahí, o sea, cuestión de calle dicen acá, pero siguió siendo un señor. Ah, persona. Una persona, un ser humano. Un ser humano. Y cómo él, sacando de la basura la comida, cómo la ponía en un lugar, la servilleta, para poder guardar a sus compañeros. O sea, envolvía para poder... Eso te digo, yo estoy hablando ahora y te digo, no puedo hablar, no puedo hablar. Porque fue lo que nos enseñaron. O sea, no había separación. Todos eran una camanda. Y cuando llegaron acá, acá cada uno era como... Qué aporte enorme para... digo, yo siempre pienso, no sé por qué tanto en el futuro y tanto en próximas generaciones. A mí me llega mucho para que la gente... porque ese mundo hoy es lindo, es diferente, es todo tecnológico, pero esa... es tanta velocidad que nos vamos, que nos vamos perdiendo y que haya esas películas, haya esta gente que hacen lo que hacen para que le quede un poco para el futuro, para nuestras próximas generaciones. Los valores siguen siendo los mismos, los valores humanos. O sea, la tecnología pasa, pero el principio del valor humano, de los diez mandamientos, digamos, no religiosos solamente, siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que nosotros revalorizamos eso y nos damos cuenta cuando estamos en situaciones... Quizás si él no hubiera viajado nunca... Sí, 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 sí. Quizás no hubiera sucedido todo esto. Si no hubiese desarrollado la mesa soviética un montón de gente, no hubiese hecho, no hubiese podido hacerlo, que realmente hasta lo profundo pudieron descubrir en sí cosas, situaciones como de lo más bajo a lo más alto, ¿no? Bueno, eso sucedió, pero hoy todavía yo veo, también me llama la atención, veo la gente de hoy, jóvenes de hoy, y muchos no, no leyeron, o sea, no entienden. Nos parece que realmente, mirá, como si estuvimos hablando del siglo XVIII, o sea, que tanto, tan fuera de todo eso están ellos hoy, los jóvenes, todavía con los padres y abuelos vivos, que no supieron lo que pasó. Bueno, hay gente viviendo en Rusia hoy día que todavía no saben lo que pasó, porque viven en el pasado, también es esa cuestión. ¿Cómo haces para que hoy se sincretice el pasado con el presente para que el futuro pueda ser posible? No vivir del pasado, o no vivir solamente con el futuro, negando el pasado. ¿Cómo hacemos? Esa es la identidad rusa. Sí, sí. No solo rusa. Sí, sí, es la inquietud. En la cabeza, todo se puede romper, no se puede romper. Начинаются las diferentes variantes, porque existen los pasos blancos, los pasos, 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 los pasos. No es el lugar, el país, los pasos, los pasos, los pasos, los pasos. Он просто развалился, и некому как бы под каким флагом не было бы кому ответить за это. Сегодня мы говорим тысячу долларов, да? Ну, тысячу долларов. А в то время, когда расползся Советский Союз, в 91-м, 92-м, людям не было чего есть. А эти приехали сюда, не могут отправить деньги, они остались без корабля, жены не могут отправить деньги. И вот так это длилось 5-6 лет. Они хотели вернуться, но не было денег. Они остались, не давали им работать здесь. А оттулой вообще невозможно было ничего происходить. Как работала раньше община в те годы, церковь? Ну, как так могли собраться? Вот как у нас сейчас, вот коротятся у нас с Эксиотечественников? Нет, но у нас какая-то диаспора. Чувствуется, что как? Это такой черный разговор, вот это то, что в те годы сделало нас очень много. Нашими людьми, и клубами. И еду, и еду, и многие собирали. Мы лично, я это собрала, много билетов, много денег. Да, я присутствовала, поэтому мне это интересно. Это было очень много, это была на самом деле катастрофа, это было слишком тяжело. Мы тоже, еще после пяти лет, вот после того, что прошли пять лет, в девяносто четвертом хлынул поток наших девяностых, которые приезжали на землю обитованную. И тут не ждали их. За границу. Со всеми удобствами и так далее. Люди понимали, что оставляли страну, уходили от проблемы, но приезжали в другую проблему. Потому что, да, по нашим понятиям в союзском союзе, за границей это было что-то такое, прям, такое, прям, ой, поехал за границей. Да, вообще прям, хорошо, там где нас нет, как gray anticipated. Ну, когда были stattженни с одной стороны, было очень巧, очень неправдü, обманчивый байкер�� diéndжем больше, как неизвестно. В общем, в той ситуации, в Pero bueno, la gente ayudó, no nada, estaban lusos preguntando qué pasó, eso porque está contando una película de casos, sale de los marinos, pero bueno, hubo migración que la gente ayudó, los clubes, la gente se daba trabajo, se alojaba en sus casas, le daban de comer, las iglesias ortodoxas y ucranianas y rusas, o sea, todos hacíamos, o sea, yo me acuerdo mucho de esa época, se hizo lo que se pudo desde el lugar que uno pudo hacer algo, ¿no? Cada uno aportó lo que pudo con su sensibilidad, pero bueno, eso pasó y era mucha gente. Y bueno, pero la película... Bueno, pero la película... La película... Yo creo que es como una película, como una película, como un Titanic. Sí. Es decir, que de tus palabras, de tus palabras, yo entiendo, que no se salió ni un hombre, entonces, todos los que se mueran con el tiempo, ¿no? Entonces, ni uno, así decir, no se salió de esta situación. Y de esa película, sí, pero hay otras personas, donde, sí, los que estuvieron en el mar del plato, они смогли с нашими соотечественниками, их устроили на работу, потом они оставались, помогали, кормили, и при церкви, там я знаю, вот при церкви, вот я с Мордерплятой многих, я знаю вот из Авроры, ну, и вот Татьяну многих, в общем, и там ситуация у них немножко была, и на работу некоторые там устраивали, там уже это порт, порту, там было немножко, и помогла Диаспора тоже много, это просто как про это, вот эта команда, вот там эта команда, она оказалась тропичной. Разные судьбы, это не во всех разные, но, lo más importante, que lo pudo reflejar esa película, con gran sensibilidad, и poner enfoque, o sea, a esta situación, de este conjunto de personas, de este colectivo de personas, que podría haber sido otro, o podría haberse sido otro destino a esta gente, pero bueno, se pudo rescatar de esta gente, una situación que pasó más allá de esta situación, ya empezó a ser mucho más importante, desde el momento que todo, filosóficamente, uno se empieza a preguntar, o sea, el por qué, qué somos, y cómo hacemos, para poder, cuando nos pasa algo, no pasar de largo, no estar indiferente a estas situaciones, y que todas las personas, que nadie es exento de nada, de lo que puede pasar hoy, y que bueno, y que solamente dependemos del otro, del amor que puede tener otra persona por nosotros, ¿no? Sí, la idea de la película siempre, apuntando a que se hizo en base a que fue elegido Badoya como personaje principal, es que las personas tienen que conservar su humanidad hasta el último momento, siempre, y por eso, de alguna forma, Badoya es la esencia de eso, él siempre fue, tuvo esperanza, siempre, nunca bajó los brazos, era una persona que encendía al resto, la situación no dio, la geografía, el momento histórico, pero bueno, es eso, la pregunta general de la película, en los 80 minutos que dura la película, es, ¿qué me pasa a mí si yo, si me pasa esto? ¿Qué hago? Una pregunta, ¿supiste algo de la familia de Badoya? Sí, sí, la mamá falleció, yo estuve en contacto con el amigo de él, él tenía dos hermanas, de las hermanas ya no sé nada, la mamá falleció hace unos, falleció dos años después que él falleció, no supo nada de la película, no vio la película de su hijo, no, no, no llegó, o sea, él no tuvo hijos para que vieran, porque, cómo él entró en historia, y va a estar en historia esta persona, y su mamá a veces, le hubiese por lo menos gustado, de saber de que, sí, igual él, vos viste la película, él la llama, sí, 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 la llama, lo dejamos para él, él la llama, él se comunicaba con ella, pero le dibujaba un mundo que existía, pero la madre, hasta el último momento de su vida, creo que, esperó que él volviera, y él siempre quiso volver, vos sabés que nuestra, es lo que también, me mata en nuestra gente, o sea, te digo, me emociona, porque con todo el dolor que tiene él, de vivir afuera, de extrañar, de tener esa nostalgia tan fuerte, y cómo la quería su mamá, y de no amargarla, y no tirarle problemas, sino, o sea, muchas veces yo escucho, yo me compro pasajes, dentro de una semana, vos sabés que, yo a mí me, eso me llama, y vuelvo, esperame que yo, esa nuestra gente tiene eso, porque vos sabés que, no lo veo mucho acá, esto, se quejan como de cualquier cosa, yo digo, se les rompe el calefone, se quejan, yo digo, y acá había personas, yo estuve conectada un poco, por el tema del consulado, de ayudar a traducir, la gente detenida acá, en una época también, de que vinieron, bueno, por H o por B, que se van a buscar a la plata rápida, o es que se yo, y tenían, algunos tenían covas, ya estaban con Córdoba, que, y cuando vos les hacías, hablabas, o entrevistas con ellos, se ve, iba consul, allá a ver, cuando votaban, que se yo, ellos, tenían una, una, de 10 pesos, que se yo, una tarjeta para llamar, llamaban a su casa, allá, porque se gastaba enseguida, y decían, mamá, todo bien, yo acá estoy, estoy acá trabajando, ninguno, ninguno se quejó, y lloró la mamá, que me pasó algo, o sea, estoicamente, sostenían los problemas, o sea, que vas a hacer, me está en cuenta, sí, te están diciendo así, no, no, очень интересная беседa, оставайтесь с нами, после reclamas, y vamos a volver, y vamos a seguir hablando con Silvana, es una, totalmente una persona increíble, no, vamos, si te encantan los desafíos, si querés aprender, superarte, compartir, disfrutar, viví una experiencia inolvidable, acercate a demos, y forma parte de la programación 2019, envíanos tus datos y tu demo, a info arroba demos punto com punto ar, y experimentá sensaciones increíbles.